В Новосибирске планируют вновь открывать детские сады на первых этажах жилых домов. Это один из вариантов для получения дополнительных мест в дошкольных учреждениях города. Это не новая идея, это старый опыт, наш еще советский времен. А что нужно и как нужно размещать в жилых домах, просто учитывать вот эти первые этажи, площади эти, отводить, стройки, так называемые ставки и возможность использовать под детские учреждения. Для этого, конечно, нужны подходы, нужны решения, проектные, в том числе, решения серьезные. Большинство детей от 3 до 7 лет уже получили места в садах. А вот ясельных групп пока не хватает. За последние два года в Новосибирске открыли 18 новых детских садов. В этом году планируют еще два – на 530 мест. Сейчас от застройщиков требуют комплексного подхода к освоению новых территорий. Некоторые с этими требованиями охотно соглашаются. Мы комплексно подходим к освоению участка на улице Сухарная. Мы совместно с мэрией города Новосибирска, департаментом образования и департаментом строительства и архитектуры ведем разработку проектной документации и выкуп земельного участка из-под частного сектора для проектирования школы на 825 мест. Застройщиков планируют привлечь к решению еще одной важной городской проблемы – расселение аварийных домов по программе развития застроенных территорий. Сейчас в городе официально Ветхиме призвано 361 здание. Из них 120 расселят по федеральному проекту. 26 домов будут расселены в рамках договоров заключенных уже со строительными организациями за счет средств строителей. 233 дома не обеспечены финансированием. Мы провели анализ с администрациями районов этих объектов и понимаем, что 117 домов таких мы можем расселить в рамках развития застроенных территорий. Но для того, чтобы эту процедуру осуществлять, необходимо, чтобы половина этих объектов расселялась за бюджет. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!